Почти до 22 триллионов тенге вырос объем депозитов в Казахстане. За год вклады населения увеличились на 20%. Эксперты связывают это со стабильной экономической ситуацией в стране и с деловой активности. Деньги казахстанцы предпочитают хранить в национальной валюте. Только за первые полугодия объем депозитов тенге превысил 16 триллионов. На погранзаставах Казалардинской области построили современные модульные здания. Они заменили устаревшие помещения в воинских подразделениях региона. Многофункциональные корпуса состоят из 38 блоков, в которых размещены казармы и служебные помещения, жилые корпуса для семей военнослужащих, оружейные и продовольственные склады, собственный питомник для собак и автозаправочная станция. В этом году департамент пограничной службы региона отмечает свое 25-летие. Работы по модернизации частей, начатые пять лет назад, завершены к юбилейной дате. 745 километров пограничной территории в регионе охраняют 10 погранзастав и две части. В каждой из них построены типовые модульные здания, которые обеспечат военнослужащим комфортные условия для несения службы. В Беларуси один из самых низких уровней безработицы в Евразийском экономическом Союзе – всего 3%. Об этом заявили парламентарии во второй сессии Палаты представителей. Законодателю утвердили соглашение с Россией о разработке и выпуске двухдвигательного самолета. Признание электронной подписи в аналогичном документе. Принято законопроекты об аккредитации, пенсионном обеспечении военнослужащих и занятости населения. Теперь безработные в службе занятости будут состоять на учете не 18 месяцев, а год. Работодатели же обяжут размещать предложения в Общереспубликанском банке вакансий. На открытии сессии представили книгу «Беларусь единая». Она посвящена 85-летию воссоединения Западной Беларуси и советских территорий. Издана при поддержке парламентариев, министров культуры и информации страны. Платопособия не 6, а 3 месяца. Но при этом подошли адресно. Опять же, те категории, которым сложно конкурировать на рынке труда. Это те, кто предпенсионный возраст. И, конечно же, это те территории, которые с напряженной ситуацией на рынке труда. Сегодня их 23 района из 118 районов нашей страны. Поэтому в данной ситуации такой, знаете, проект закона сбалансирован. Ключевой он адресно решает проблемы конкретных категорий людей. В Абудабе завершили строительство первой в стране атомной электростанции «Барака». Она начала работу не на полную мощность еще в 2020 году. А сейчас в эксплуатацию ввели последний энергоблок. АЭС будет производить 40 тераватт-часов электроэнергии в год. Это обеспечит до четырех всех потребностей государства в электричестве. Президент Объединенных Арабских Эмиратов отметил, что проект станет важным шагом на пути к снижению выбросов углерода и обеспечению энергетической безопасности страны. Вдобавок к нехватке продовольствия, топлива и электроэнергии. Жителям Куба теперь не хватает еще и воды. Более 600 тысяч человек страдают от проблемы с водоснабжением. Это каждый 20-й житель острова. Проблема не миновала и столицу Гавану. Здесь ситуация наиболее серьезная. В некоторых районах вспыхнули локальные протесты, поскольку люди теряют терпение в условиях постоянного экономического спада и палящей жары. Чиновники винят в растущих проблемах плохую инфраструктуру. Они говорят, что для ремонта водопровода не хватает запчастей, в том числе трупы насосов. При этом из-за нехватки топлива доставлять воду в автоцистернах тоже невозможно. Экономику Кубы сильно подорвали пандемией COVID-19, ужесточение санкций со стороны США и неэффективная система управления, основанная на бюрократии и коррупции. Нынешний социально-экономический кризис на острове называют одним из худших со времен революции Фиделя Кастро 1959 года. Последние два года наблюдался рекордный отток кубинских мигрантов в другие страны, в основном в США. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова